В кинофильмах того времени почти постоянно присутствует такой кадр. Весна – это поток реки, который ломает лёд. Вот теперь это, безусловно, эпоха перемен. При руководстве Никиты Сергеевича Хрущёва этот период назвали «Великое десятилетие». Вот, ещё немного, и коммунизм наступит. Этот период можно сравнить с моралью басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Начинается пересмотр просто краеугольных камней, которые лежали в основе внутренней политики, да и внешней политики Советского Союза за последние 20 лет. Москва. 1954 год. В майском номере журнал «Знамя» печатает новую повесть писателя Ильи Эренбурга. Она называется «Оттепель». Эта повесть произвела известные впечатления на интеллигенцию, и потом именно отечественная интеллигенция присвоила большому периоду с 1953 по 1974 год такое определение, как определение «Оттепель». Связано оно с романом Ильи Эренбурга, который также назывался «Оттепель», рассказывающий о изменениях в обществе, культурном плане, и это название перешло на весь период, став таким политическим кэше. Название повести даёт имя целому этапу советской истории с 1953 по 1964 годы. Ещё его называют «Эпохой Хрущёва». При руководстве Никиты Сергеевича Хрущёва этот период назвали «Великое десятилетие». А потом как-то люди стали переоценивать эти события, выделять главное. Слово «Великое десятилетие» уже, конечно, никак не подходили к этому периоду. И вот нашли такое вот определение. И может быть, даже тут Ильинбург немножко случайно совпал, но вот просто у всех создалось впечатление, что поскольку в этот период общество как бы переживало определённое расширение некоторых свобод, некоторых возможностей, это, значит, стало определением для этого периода достаточно общепринятым. Но время-то это было не одинаковым, оно делилось на много разных этапов. Москва. 5 марта 1953 года. На своей подмосковной даче умирает Сталин. Его соратники делят власть между собой. После смерти Сталина советское руководство перешло так называемому коллективному руководству, когда разные люди с разными убеждениями, с разным опытом. Первым секретарём ЦК КПСС становится Никита Хрущёв. Председателем Совета министров СССР Георгий Маленков. Первым заместителем Председателя Совета министров и министром внутренних дел Лаврентий Берия. Первым заместителем Председателя Совета министров и министром иностранных дел Вячеслав Молотов. Утепли она началась, видимо, с момента смерти Сталина. На той же неделе после смерти Сталина на президенте ЦК принимается решение о прекращении культа личности. Забавная деталь. Должны были создать огромные музеи, посвящённые Сталину. Предполагалось его поставить напротив Кремля на противоположной стороне Москва-реки. Но постепенно-постепенно стала уходить эта вся идея в песок. И когда руководитель будущего музея Сталина стал запрашивать, а где же это должен быть музей-то в конце-то концу, ему отвечал какой-то чиновник, который сказал, что для музея Сталина место не предусмотрено. Параллельно с первыми реформами в советской верхушке идёт борьба за власть. Летом 1953 года арестован, а в декабре расстрелян Лаврентий Берия. Его обвиняют в подготовке заговора. В 1955 году с поста главы правительства снимают Маленкова. В 1956 в отставку с должности главы МИД отправляют Молотова. Окончательно Никита Сергеевич Хрущёв покончил, как говорится, с коллективным руководством, утвердился как безусловный лидер партии в июне 1957 года. В июне 1957 года Молотов, Маленков, Каганович и их союзники пытаются сместить Хрущёва с должности руководителя партии. Но пленум ЦК поддерживает Хрущёва. Его противники сосланы на малозначительные должности в различные концы страны и за границу. С 1958 года Хрущёв занимает уже сразу два важнейших поста в стране – главы первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. По сути дела, за несколько лет вся эта коллективная система управления вновь превратилась в тоталитарную систему руководства страной одним человеком в лице Никиты Сергеевича Хрущёва. 14 февраля 1956 года в Москве открывается 20-й съезд КПСС. Но самая главная сенсация происходит 25 февраля, в последний день его работы. Хрущёв выступает с закрытым докладом о культе личности и его последствиях. И, конечно, огромное впечатление произвёл 20-й съезд, этот закрытый доклад, который отчасти был закрытый, но на самом деле он был прочитан во всех производственных организациях Советского Союза, во всех партийных организациях, в комсомольских организациях. Впервые на партийных форумах открыто говорилось о преступлениях в период правления Сталина. Никита Сергеевич Хрущёв очень увлекающийся натура, поэтому он очень сильно отходил от текста, делал собственные добавления, сравнения. Ну, знаменитый, например, потом часто использующий в 90-е годы термин, что Сталин воевал по глобусу, в докладе в реальности не было. Это импровизация Никиты Сергеевича на публику. Ещё после смерти Сталина начинается реабилитация жертв политических репрессий. Теперь она ещё больше набирает обороты. За 1953-1961 годы реабилитировано более 737 тысяч человек. И это, конечно, было шоком, это было пересмотром огромного количества деталей, огромного количества подробностей жизни страны. 28 июня 1957 года в Москве открылся Международный фестиваль молодёжи и студентов. В столицу СССР прибыло 34 тысячи гостей из 131 страны. Это вообще было событие почти что шоковое. Появилось огромное количество людей на улицах Москвы, необычно была возможность контактировать с иностранцами. То есть это вот ощущение единства мира, которое дал как раз Московский фестиваль. У меня в семье хранился блокнотик, в котором имелись флаги всех государств мира. И под каждым флагом было несколько чистых листочков, и можно было оставлять подписи. То есть люди с этими блокнотиками ходили и собирали подписи буквально всех граждан всех стран мира. Ну, каких они только могли застать, чтобы была полная коллекция. Серии марок выходили, серии спичечных этикеток. В общем, это было грандиозное событие. Наверное, его можно сравнить с более близким к нам по времени, с Олимпиадой 80. Ну и, естественно, было поколение так называемых детей в фестивале, когда у советских гражданок спустя 9 месяцев после фестиваля родились цветные, поднокожие и другие дети. Все флаги в гости были к нам. Гимн поет на многих языках один стотысячный хор. И у каждого в сердце звучит два слова – мир и дружба. За границей фестиваль назвали «Дырой» в советском железном занавесе. Так дыр становится все больше. Последующие за этим такие же широкие международные акции в нашем государстве. Это международный музыкальный конкурс имени Чайковского. А 58-й год, 59-й год – начало кинофестиваля в Москве. А спустя пару лет, в 59-м году, произведшее тоже очень сильное впечатление на советских граждан, американская выставка в Москве в Сокольниках, когда на 7 гектарах в течение полутора месяцев шла выставка достижений американской техники, науки, бытового хозяйства. И там побывали сотни тысяч людей. На выставке проходят знаменитые кухонные дебаты Хрущева с приехавшим в Москву вице-президентом США Никсоном. В оборудованной в павильоне типично американской кухни они спорят о том, где лучше жить – при социализме или капитализме, и кто кого в итоге обгонит. Америка, она… Сколько она существует лет уже? 300? 300 лет? 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет. Значит, существует, вот ее уровень. Мы 42 года, еще не совершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. Что на резерве остается? А? Что на резерве остается? Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствуем такое любезное. Потом, если хотите, мы можем остановиться и сказать, пожалуйста, за нами. Пожалуйста. Хрущев первым из советских лидеров начал совершать регулярные визиты за рубеж. Его поездки – настоящий праздник для иностранных журналистов. Своими непосредственными манерами и яркими выступлениями он постоянно привлекает к себе внимание. Один из самых известных эпизодов – скандал на Генеральной Ассамблее ООН в 1962 году. Когда Никита Сергеевич, чтобы заглушить выступление оппонента, сначала хлопал по стулу, но это оказалось тихо, поэтому он снял ботинок и начал каблуком стучать, заглушая антисоветское выступление. Это шокировало. Тогда мир был очень консервативен. И вот это вот абсолютно такое народное, крестьянское какое-то отношение, которое испытывал Никита Сергеевич, воспринималось как шокирующее. Плюс ко всему в своей речи Никита Сергеевич использовал очень много идеологем. Знаменитый, поставивший на долгие годы в тупик рассказ о том, что мы покажем Кузькину мать, когда ни один переводчик в Соединенных Штатах не смог перевести, кто такая мать Кузьмы и чем она грозит Соединенным Штатам Америки. Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божьей и не вашей милостью, а силою и разуму нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. И заглуши к вам, и заглуши к вам голос народа, голос Огды, который звучит и будет звучать. Конец могилам пионерному рабству. Лой его и похороните его, чем лукжеком ихшим. Именно в эпоху оттепели СССР становится единственной в мире страной, которая в случае войны может уничтожить самое мощное государство мира – США. При Никите Сергеевичу Хрущеву было завершено создание так называемой ядерной триады. Советский Союз получил ядерную триаду, которая останавливала гегемонию любой другой державы, делала нападение на Советский Союз бессмысленным. Континентальные ракеты, подводные и надводные флота. Даже в случае уничтожения Советского Союза нанесут удар возмездия и уничтожат Соединенные Штаты или любую другую ядерную державу. Можно же выделить и события международные, которые были очень драматические в значительной степени. Например, берлинский кризис, кубинский кризис, карибский, венгерские события, где потребовалось вмешательство советских войск, чтобы их прекратить. Одно вмешательство Советского Союза в 56-м году положило конец Суэцкому кризису. То есть, когда западные страны попытались силой вернуть себе национализированный Египтом Суэцкий канал, то Советский Союз просто стукнул кулаком по стулу. И хотя это означало определенную угрозу мировой термоядерной войны, но без боя Советский Союз добился того, что Запад отступил. То же самое было на самом деле и в Кубе. Опять была угроза, и опять Запад отступил. Куба осталась социалистической. Возрастание мощи СССР наводит Хрущева на мысль, что не за горизонтом уже и само светлое будущее – коммунизм. Есть тоже анекдот тех лет эпохи оттепили, когда наделяют советских руководителей, вот как царей называли, допустим, Александр Третий Миротворец, Александр Второй Освободитель, так и советских руководителей наделяют такими же именами. Владимир Мудрый, Иосиф Грозный, Никита Чудотворец. Почему Чудотворец? Потому что он очень весел в какие-то масштабные проекты, в чудеса. Эпоха оттепили – это действительно время настоящих чудес, которые буквально врывались в повседневную жизнь. Абсолютное доминирующее первенство Советского Союза в космосе. И первый искусственный спутник Земли, первый человек, совершивший космический полет, первый пилотируемый полет, первая женщина, побывавшая в космосе. Второе важное достижение – это атом. Дело в том, что Советский Союз первым в мире стал использовать атом не только в военных целях, а в мирных целях. Первая в мире атомная электростанция заработала в СССР в Обнинске в 1954 году. Крущев, наверное, верил в науку больше всех, опять-таки, советских людей. Вот эта вера, глубокая вера в бесконечность прогресса, в то, что технический прогресс сам по себе создает новое социальное качество – это то, что сближало вот эту вот науку и вот эту психологию с идеей коммунизма. Хрущев был последним из советских руководителей, который, безусловно, верил в победу коммунизма. Страна, когда он родился, ходила в лаптях, теперь летала в космическое пространство. У него возникла действительно эта идея, что вот, еще немного, и коммунизм наступит. В октябре 1961 года 22-й съезд КПСС принимает новую программу партии. Она обещает построение коммунизма в СССР уже к 1980 году. Хрущев объявляет – нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так вот, почему мы, советские люди, чувствуем себя прекрасно. Почему у нас хорошее настроение. Почему мы счастливы. Мы строим коммунизм. В недалеком будущем, которое в 1961 году было обозначено как 1980 год, построение коммунизма предполагалось, что советского человека будет обеспечивать государство, а советский человек, собственно, и будет проживать в отдельно взятой, пусть и негабаритной, но собственной квартире, городе, в комфортных условиях. На пути к коммунизму ведется борьба с явлениями, которые советская пропаганда объявляет последними пережитками прошлого. Так давайте, товарищи, все сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее еще было лучше. Вот он, например, считал, что подсобное хозяйство – это вред. Это буржуйчики на селе. Поэтому давайте резко уменьшим подсобное хозяйство. При этом был введен еще и так называемый натуральный налог. Когда крестьяне должны были сдавать налог в виде коров, зайчиков и так далее, доходило до смешного. 20 августа 1958 года выходит постановление ЦК КПСС, запрещающее держать скот гражданам, проживающим в городах и рабочих поселках. К 1965 году поголовье коров в личных хозяйствах сокращается на 1 миллион голов, коз – на 7 миллионов. Но при этом Хрущев убежден – главная задача – это досыто накормить народ. Все эти процессы, все эти явления, к сожалению, были непоследовательны и в значительной степени противоречивы. Если дать метафорическое определение оттепели, то этот период можно сравнить с моралью басни Крылова «Лебедь, рак и щука». В 1954 году начинается освоение целинных земель в Казахстане. Оно должно привести к резкому увеличению производства хлеба в стране. За 1954-1960 годы осваивается около 42 миллионов целинных земель. На них создаются новые совхозы и агрогорода. На огромных территориях Казахстана жизнь меняется буквально на глазах. В освоении целины участвуют более миллиона жителей СССР, в основном молодежи. Оно объявляется главной задачей комсомола. Вместе с нами отправлялись на целину еще 500 студентов нашего института. А двумя днями раньше туда уезжали более тысячи студентов Московского университета. А сколько из других городов? Мы знали, что на целине зреет необычайный урожай. Надо было помочь его убрать. И мы, как сумели, быстро собрались в дорогу. Целина дает резкий прирост урожая. В 1954 году СССР собирают 85,5 миллионов тонн зерна. А в 1960 году уже 125 миллионов тонн. В том числе почти 59 миллионов тонн на целине. Жаль было бы потерять даже самую малую часть этого небывалого урожая. Хотелось убрать все. И когда поднималось солнце, оно заставало на таках новые горы зерна. Однако уже в начале 60-х грандиозный проект начинает буксовать. Резкое нарушение экологического равновесия приводит к коррозии почв. Настоящей бедой становятся пыльные бури. В 1954 году, в 1955-1956 хороший урожай. А уже к 1960 году плодородность земли упала до самого низкого уровня. И к этому добавилась еще такая страшная штука, которую знали. Знали и в России, знали и в Канаде черные бури. Когда вот этот распаханный слой земли, тонкий, тонкий слой плодородной земли, он просто мог сдуваться ветром. Несмотря на то, что солена дала гигантский урожай, большую часть этого урожая сохранить в первые годы не удалось. Он гнил прямо в стогах, потому что не было построено достаточное количество элеваторов для хранения такого объема зерна. И, в общем, получилось так, что освоение Целины впервые заставило казну нашу не брать денег в деревню, а вкладывать серьезные деньги в деревню. Потому что совхоз надо было построить, дома надо было построить, технику надо было закупить, дороги для вывоза зерна надо было купить. То есть хозяйство, сельское хозяйство, которое раньше было источником дотации, финансировало казну, сейчас оказалось местом, куда утекают вот эти государственные дела. Почти параллельно с освоением Целины запускается еще один грандиозный проект. Хрущев принимает очень важную инициативу. Это происходит в мае 1957 года, когда он в Ленинграде объявляет программу «Мы должны перегнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения». Это один из его таких масштабных проектов, чудес, которые он хотел все разом преобразить. Перегнать Америку планируют уже к 1960 году. В стране начинается мощная пропагандистская кампания. Один из плакатов этого времени – «Держись, корова!» из штата Айова. Вы сейчас идете впереди нас. Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать. Принаряжем, догоним, обгоним и вперед пойдем. Это мое убеждение. Вы можете смеяться над этим, но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем, «Господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет! Пожалуйста, за нами!» Чтобы опередить Америку по мясу, в стране массово режут скот. Его поголовье резко снижается. Тем временем поля повсеместно засеивают кукурузой. Ее торжественно объявляют вторым хлебом страны и королевой полей. Оценив исключительные качества кукурузы, Никита Сергеевич стал ее горячим пропагандистом. «Расти, свети, королева полей!» Хрущеву принадлежит замечательная фраза. «Кукуруза, товарищи, это танк в руках колхозника». И кукуруза воспринималась как вот такое чудо, которое может резко повысить урожайность хлеба в стране. Потому что, ну, кукуруза же, она большая. Это же пшеничное зернышко маленькое. Кукуруза, вон какая здоровая. Да потом можно на силу скормить. На Хрущева производят большое впечатление урожая кукурузы, которые получают в Америке. Во время визита в США в 1959 году он лично посещает огромные кукурузные плантации фермера Росуэлла Гарста в штате Айова. Его привезли на кукурузное поле. Гид Сергеевич посмотрел на кукурузу, решил оценить, как она растет. И нырнул в кукурузное поле. Ужас вообще всех окружающих. Он небольшого роста, он мгновенно скрылся. Вот что там может произойти, то есть там большинство людей, наверное, уже себе похоронки выписывали. В случае, если что-то случится, американский президент вообще уже ожидал начала ядерной войны. Ну, слава богу, Никита Сергеевич через пять минут счастливый, довольный, как сказать, выскочил, только шляпу потерял. Хрущев лично требует расширять посевы кукурузы. Ее объявляют царицей полей. За семь лет они увеличиваются вдвое. С 18 миллионов гектаров в 1955 году до 37 миллионов в 1962. Лозунг эпохи «Кукуруза. Источник изобилия». Кукурузные консервы очень даже вкусные. Успокаивают нервы хлопья кукурузные. Я хвалиться зря не стану. И скажу вам без обмана. Я культура хлебная, я и шерпотребная. Я и сома, и батон, и бумага, и картон. Постилай, шоколад, карамель и мармелад. И самоподобная, и она все подобная. Никита Сергеевич начал сеять кукурузу от Астрахани до Архангельска. Там, где она никогда в жизни не росла. Кукурузу-то сеяли на старых землях центральной России, где всегда был хлеб. Но вторым хлебом царица полей не становится. В северных районах она просто не возревает. Эксперименты в сельском хозяйстве конца 50-х приводят к тому, что в стране начинаются перебои с продуктами. Падала не только урожайность, падало и производство животноводческой продукции. Все это привело не просто к повышению цен на мясо-молочную продукцию, но к высокому скачку цен 30-40%. В странах впервые столкнулась с проблемой, после войны, столкнулась с проблемой нехватки продовольств. Москва этого не знала, Ленинград этого не знал, какие-то крупные города этого не знали. Но российские города того времени переходят на карточки. По карточкам распространяется масло, растительное масло, вплоть до хлеба. И шутки многочисленные были и про кукурузу, и про целину, что Никита Сергеевич посеял на целине, а собрал в Канаде, потому что в 1963 году произошли перебои с хлебом, и пришлось закупать его за границей. В 1963 году СССР закупает 12 миллионов тонн пшеницы в Канаде. В 1963-1971 годах закупки канадского зерна составляют 24 миллиона тонн. Что вызывает изумление у всего мира, потому что Россия, которая искренне была одним из главных поставщиков хлеба, вдруг начинает покупать хлеб на золотах. С 1 июня 1962 года указами правительства повышаются розничные цены на мясо с 1 рубля 50 копеек до 2 рублей за килограмм, и на масло с 2 рублей 25 копеек до 3 рублей 50 копеек за килограмм. Это приводит к протестам среди населения. Наиболее массовым протестным движением против повышения цен был протест рабочих новочеркасских заводов в 1962 году, в котором участвовало более 7 тысяч человек. И здесь советская власть применила не просто силу, применила огнестрельное оружие для того, чтобы подавить восстание трудящихся заводов Новочеркасска. Оттепель – эпоха, когда проблемы и неудачи тесно перемешиваются с достижениями. Повседневная жизнь меняется буквально на глазах. Отмена платного обучения в школах и вузах, ну и в целом улучшение системы образования, то есть переход от 7-летнего обучения к 8-летнему, а уже к завершению, к эпохе, оттепелив 64-й год – это 10-летнее образование. Уже к году 57-58 телевизоры – это обыкновенная штука. Появляются бытовые приборы. Женщины уже не стирают на терке, а появляются стиральные машины. Да, примитивные, да, ведро с мотором, но, извините, это существенно облегчает жизнь. Появляются такие смешные вещи, которых раньше не знали, такие, как электробритвы. Происходит то, что называется модернизация быта. Меняется быт людей. Некоторые новшества Хрущев привозит из зарубежных поездок. Он побывал в американских столовых самообслуживаниях, где сами люди подходили к блюдам, выбирали, ставили на подносик. Ему это очень понравилось. После этого повсюду в Советском Союзе стали это внедрять на заводах, всюду, где общественные столовые, это находило применение. Один из главных символов эпохи оттепели – жилые четырех- и пятиэтажные дома, знаменитые хрущевки. Человек должен жить хорошо. Как никогда небывалыми темпами идет жилищное строительство. Наследие старой Москвы. Его оттесняет сегодня Москва-Новая. Только за 1959-60-е годы в стране построено 4 миллиона 600 тысяч квартир. Массовое строительство в СССР начинается после 20-го съезда КПСС. Он постановляет покончить с дефицитом жилья в СССР за 20 лет. Было грандиозный прорыв. То есть люди получили возможность жить в отдельных квартирах. Допустим, для дореволюционных времен, где вообще фантастика. Даже барахи воспринимались как шаг вперед по сравнению с подвалами какими-то гнилыми, с продуцирующими чахотку, где очень многие рабочие вынуждены были кое-как жить. А тут они получали все-таки отдельные квартиры. Это же благодать. Кран открыл, течет холодная вода. Кран открыл, течет горячая вода. Вот тут тебе ванна. Да, она маленькая, но она. Ванна. Ты можешь мыться, тебе не надо идти в баню через не знаю куда. Это совершенно меняет быть людей. Поэтому эти квартиры были мечтой. Это было счастье в личной жизни получить такую квартиру. Да, квартиры были маленькие. Да, кухня могла быть 6 метров. А вся площадь квартиры могла быть 28 метров. Ну и что, две комнаты. Это великое дело, это очень большое дело. Четверть населения смогло переселиться в новые квартиры. По темпам жилищного строительства СССР выходит на первое место в мире. Важная примета интеллигентной советской семьи начала 60-х. В новой квартире мало мебели, но много книг. Шестидесятники – это целое поколение, взгляды которого формируются в период оттепели. Появилось целое новое поколение, так сказать, творцов и целое поколение интеллигенции. Да, совершенно иного склада. Если интеллигенция, скажем так, довоенная – это интеллигенция, четко делящаяся по идеологическому принципу, до революционной и возникшей в революционном гарнире, то период Никита Сергеевича Хрущева – это период новых исканий. Как крутил в свое время Акуджао, большевики на свою голову создали считающие поколения. Это была, может быть, последняя волна вот такой искренней веры в прогресс. Почему возникла эта вера в прогресс? Ну, во-первых, это победа в Великой Отечественной войне. Это, безусловно, влияло на людей, потому что великая победа, что тут говорить, эти люди, которые победили, это были люди с другой психологией. Это люди, которые верили в себя, верили в свои силы. Во-вторых, это время, когда жизнь стала, в общем-то, существенно лучше. Оттепель особо чувствуется в культурной жизни. Молодые поэты читают свои необычные по тем временам стихи прямо на улицах, а залы на их выступлениях забиты до отказа. Я все равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Юлия Севтушенко, Вознесенский, Акуджава, Слуцкий и так далее. Действительно новый прорыв, новое направление Ахмадулина. Открытие в литературе. В одной стране мира не было такого феномена, как толстые журналы. Но никто не будет читать толстенные журналы без картинок, напечатанные на плохой бумаге. В Советском Союзе за ними стояли в очередях. Их не хватало, их воровали из библиотек. По-разному можно оценивать произведения той эпохи. И Александра Солженицына, Бориса Пастернака, других деятелей искусства и культуры. Но они, безусловно, явились лицом той эпохи. Они, может быть, и в гиперпорализированном виде показали недостатки сталинской эпохи. Но, тем не менее, они ее показали. И люди имели возможность это обсуждать. И самое главное, об этом задумываться. Мне сразу вспоминается карнавальная ночь 1956 года. Карнавальная ночь, где директор Агурцов воспринимался всеми как такое воплощение сталинизма. Вот это старое чиновничество, оно приобретало такой карикатурно-негативный и, в общем-то, смешной облик. Ведь надо же, артист. Ну, вот подумай. Таланта. Учтите, товарищи. Все учтите. За это дело? За срыв доклада? Трофим Иванович, такой успех. Вам так аплодировал товарищ Телегин. Появляется целый ряд фильмов, где ставится вопрос об ответственности за то, что было в начале войны. Живые и мертвые, например, того же самого Симонова. И пишется об этом. Появляется тот же самый Эренбург с его мемуарами, которые производят огромное впечатление на всю интеллигенцию, на всю читающую публику. Потому что мемуары Эренбурга – это написанная им очень субъективная история Советского Союза, пропущенная через судьбу его личную судьбу, которая совсем не совпадала с той историей КПСС, которую читали в высшей школе. Но оттепель в культуре чередуется с заморозками. Хрущев собирает совещания, на которых лично указывает писателям и художникам, как надо работать. Писатели – это артиллеристы, это артиллерия. Потому что они, так сказать, расчищают путь для нашей пехоты. Образно говоря, прочищают мозги тому, кому следует. Чтобы вы, артиллеристы, промывали мозги своей артиллерии дальнобойной, но не заширяли. Бить! Бить точно, но бить по противнику по своим не стрелять. Часто он не выбирает выражений. Давал указания руководящей, как следует писать, что следует писать, что вызывало у людей недовольство. Он общался с художниками, писателями в таком тоне, который тоже вызывал у них раздражение. Например, Брежнев передавал, что на него произвело не очень хорошее впечатление, то, как Хрущев общался с поэтессой Маргаритой Алигер, когда он ей кричал, прилюдно, на встрече с интеллигенцией, вы отрыжка капиталистического Запада. Вы хотите нашу воюкать? Нет. Что вы, так сказать, беспартийно на партийных позициях стоите? Нет. Довольно. Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозки. Да, для таких будут самые жестокие морозки. Никита Сергеевич слов-то не подбирал, а в своем узком кругу он выражался так, как потом Леонид Ильич Брежнев о нем скажет, что от того, как говорил Хрущев, даже бумага покраснела. Примерно в таких же тонах высказался Никита Сергеевич и в ходе известной выставки в Манеже в Москве, где были представлены работы одной из студий, представлявшей новаторское движение, живописи экспрессионистов. И Сергеевич Хрущев пришел, он увидел ржавую рельсу, сказал, зачем она здесь нужна. Тут подошел художник Эрнс, сказал, ты мать. На что Хрущев сказал, ну если у вас такая мать, мне вас жалко. И пошел дальше. Он не только высказался, используя площадную брань в адрес этих художников, называя их произведение мазней, говном, дерьмом, другими словами, но и давая уже, собственно, поручение организаторам выставки и присутствующим другим руководителям государства, культуры. В следующих словах, я считаю, что это не нужно советскому народу. Я считаю, что все это нужно запретить. То есть он не только вот в этих своих постоянных экономических и других прожектах действовал, ну отчасти как слон в посудной лавке, но и в общении с деятелями культуры, тоже проявлял те же самые черты. В октябре 1961 года, после 22-го съезда КПСС, начинается новая волна десталинизации. Тело Сталина выносят из мавзолея, где оно находилось после смерти вместе с телом Ленина и перезахоранивают на Красной площади. Когда обсуждался вопрос о выносе тела Сталина из мавзолея, то слово было предоставлено старой большевичке Доре Лазуркиной, которая еще Ленина хорошо знала и работала вместе с ним, и которая потом была репрессирована, провела долгие годы в лагерях. И она выступила и сказала, что товарищи, я вот вчера видео Ленина, он мне сказал, что мне неприятно находиться со Сталином, с человеком, который столько вреда принес до нашей партии, хотя и имел заслуги в определенный период. И все зааплодировали, Хрущев сказал правильно, и вот это стало тоже как бы таким знаковым моментом, что вот как бы сам Ленин в лице своей хорошей коллеги и товарища сказал, что Сталина необходимо вынести. И было принято решение о том, чтобы вынести Сталина из Мавзолея. Переименовываются города и улицы, названные в честь Сталина. Памятники бывшему вождю демонтируют. С 56-го года по 61-й все это оставалось на своих местах. А тут все памятники сняли, кроме памятников Гори, который остался на родине Сталина. Все улицы переименовали тоже, кроме нескольких улиц Джугашвили, которые остались в Грузии. То есть была по всей стране произведена тотальная десталинизация. Было связано с тем, что к этому времени накопилось большое количество ошибок в экономике. Свою былую популярность в среде простых людей Никита Сергеевича стремительно терял. Это просто вопрос не того, что Хрущев как-то ненавидел Сталина или еще что-то. Это вопрос исключительно удержания персональной власти. В июле 1962 года в журнале «Новый мир» выходит повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича о жизни в сталинском лагере». Она становится сенсацией номер один. И основной проблемой на самом деле Никита Сергеевича Хрущев в борьбе с культом Сталина – это была его абсолютная непоследовательность. С одной стороны, шла борьба с культом Сталина, а в противоположность ему начал развиваться и активно саждаться культа Никита Сергеевича Хрущева. «Задумайтесь о величии нашего времени, об огромном труде и ответственности этого человека за дело доверенной ему партии, народам. Посоветуйтесь с рабочими, отдыхающими на высокогорном курорте Медео. Видя его труд, они говорят доверительно. Наш Никита Сергеевич». Его постоянные портреты в центральной прессе, это гигантские митинги, собираемые в Москве на стадионах по случаю каждого приезда Никита Сергеевича с какого-то мероприятия и так далее. Все это вызывало в людях очень неоднозначную реакцию. То есть даже те люди, которые готовы были поддержать борьбу с культом, не понимали, почему взамен идет совершенно непонятный культ. «Если вы возьмете, допустим, стенограмму съездов, то на том же 22-м съезде, выступая Леонид Ильич Брежнев, то есть второй человек в государстве, он в своей достаточно короткой речи десятки раз упомянул имя Хрущева. Но это вряд ли могло происходить против воли первого лица. Значит, он в какой-то степени этому потворствовал. Такое средство укрепления его власти». 17 апреля 1964 года Хрущеву исполняется 70 лет. Ему торжественно вручают золотую звезду Героя Советского Союза. К этому времени он уже к тому же трижды Герой социалистического труда. Все газеты заполнены материалами о юбилее. Церемония награждения проходит в Кремле в присутствии десятков гостей. «Первоначально Никита Сергеевич получил широкую поддержку и одобрение, прежде всего, трудовых масс, которые видели в нем человека близкого себе по духу, по манере общения, по манере разговора, открытого человека, в том числе по принимавшимся им решениям. В дальнейшем, конечно, эта ситуация, отношение к нему как главе государства менялось. Прежде всего, в результате вот этих его публичных акций, публичных высказываний, как внутри государства, так и за его пределами, это явилось причиной порождения того, что Никита Сергеевич Хрущев стал объектом для появления отдельного направления, связанного с анекдотами вокруг его личности». Никита Сергеевич Хрущев превращается в объект анекдота, посмешище и становится человеком неавторитетным. Непредсказуемый Хрущев становится неудобным и для партийного аппарата. Параллельно со словословиями в его адрес шла подготовка заговора против дорогого Никита Сергеевича. В октябре 1964 года его смещают со всех постов. Под нажимом бывших соратников он сам пишет заявление об отставке по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом. «Был смещен в 1964 году очень безболезненно, легко и ни один человек не выступил в его поддержку». Эпоха хрущевской оттепели заканчивается. Его отправляют на пенсию. Но сам он считает такой исход одной из своих главных заслуг. Ему все-таки удалось изменить страну. Есть известные стихи Слуцкого. Он как раз их написал по материалу отставки Никиты Сергеевича Хрущева, что «Теперь не каторга и ссылка, куда раз в год одна посылка, а сохраняемая дача. В энциклопедии есть столбцы, и можно о судьбе с удачей выращивать хоть огурцы». То есть вот по этим стихам, тут понятно, про что идет речь, про то, что Никита Сергеевич не отправился, он как в сталинские годы бывало, из полидбюро прямо на каторгу или вообще в небытие. С поэтической точки зрения эпоху оттепеля можно выразить словами поэта Андрея Вознесенского. «Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть. Пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми». Ну и, конечно, нужно понимать, что эта полоска света была управляема. То есть за дверцу этой ручки крепко держался руководитель государства Никита Сергеевич Хрущев, который своим волонтаризмом, безусловно, регулировал ширину этой полоски света.